Автономное присоединение к домену – это новый процесс, присоединяющий компьютеры под управлением Windows 7 или Windows Server 2008 R2 к домену без необходимости связи с контроллером домена. Это позволяет присоединить компьютеры к домену там, где отсутствует подключение к корпоративной сети. К примеру, организации может потребоваться развернуть в центре обработки данных множество виртуальных машин. Автономное присоединение к домену позволяет присоединить виртуальные машины к домену при первом их запуске после установки операционной системы. Для завершения присоединения к домену не требуются дополнительные перезагрузки. Это позволяет существенно сэкономить общее время, уходящее на широкомасштабное развертывание виртуальных машин. В отличие от стандартного подключения, автономное присоединение к домену обеспечивает следующие преимущества. Изменение состояния Active Directory выполняется без передачи сетевого трафика на компьютер. Изменение состояния компьютера выполняется без передачи сетевого трафика на контроллер домена. Все изменения можно выполнить в разное время. Автономное подключение к домену происходит с помощью специальной утилиты. Утилита называется D-Join. Она входит в состав Windows 7 или Windows Server 2008 R2. Среди D-Join запускаются только на компьютерах под управлением Windows 7 или Windows Server 2008 R2. Компьютер, на котором программа D-Join запускается для предоставления данных учетной записи компьютеров в Active Directory, должен работать под управлением Windows 7 или Windows Server 2008 R2. Компьютер, который будет присоединен к домену, также должен работать под управлением Windows 7 или Windows Server 2008 R2. Домен не обязательно должен быть 2008 R2, а может быть и более низкого уровня. А мы переходим к демонстрации. Как я говорил ранее, подключение производится в два этапа. Сначала на контроллере домена мы выполняем автономное создание учетно-записи компьютера и файла настроек. Для этого запускаем Conan Prompt, даем команду djoin и выполняем необходимые ключи для подключения системы. Имя домена, в моем случае это contoso.com, имя машины, в моем случае это клиент 1 и куда будем сохранять файл настроек. Сохраним его на дискету. Хоть это и текстовый файл, он не несет в себе никакой информации, которую могут воспользоваться злоумышлением. Нажимаем ввод. Система делает необходимые проверки, настройки и в итоге у нас на диске A есть текстовый файл. Как я говорил, он не несет в себе никакой осмысленной информации. Теперь переходим на клиент. На клиенте мы выполняем вторую часть подключения системы в автономном режиме к домену. А именно, запускаем Command Prompt. Его необходимо запускать под правами администратора. Запускаем утилит дjoин и выполняем процедуру в автономном присоединении системы к домену. Подключаем созданный ранее файл. Он у нас на диске A. и нажимаем ввод. Как мы видим, система успешно подключила нашего клиента к домену. Мы можем войти в свойства и видим, что система подключена к contoso.com. На самом деле мы не выполняли никаких иных действий, то есть только автономное. После перезагрузки мы можем войти в домен. Единственное, но, так как у нас сейчас система автономная и отдельная, то необходимо предусмотреть изменения в настройке протокола TCP, а именно, чтобы в настройках DNS был указан DNS нашего нового домена. После этого систему можно перенести туда, где ей доступен контроллер домена, и после перезагрузки она будет успешно иметь доступ в домен.